Действие организма начало разрушаться. Шесть месяцев. У тебя осталось шесть месяцев. Это будет наша последняя битва. Я просто старый убийца, нанятый сделать мокрую работу. Ты последняя надежда мира. Некоторые истории не могут быть рассказаны словами. Все мы должны заплатить за свои грехи. Мы не должны передать их следующему поколению. Показанными с Metal Gear Solid 4. Самый масштабный проект Хидео Кодзимы вышел на финишную прямую. Konami до сих пор не объявила бюджет игры, но по слухам он превышает даже недавние 100 миллионов, потраченные на GTA 4. Выйдет сразу несколько коллекционных изданий для разных регионов. В Америке появилась специальная 80-гигабайтная PlayStation 3. Со всем ограниченной партией, эксклюзивно для интернет-магазина Konami, выйдет 40-гигабайтная PS3 из оружейной стали. Такая версия обойдется на 200 долларов дороже розничной, в 600 долларов. Версии консоли уже попали на eBay по рекордным ценам. Перекупщики просят за них от 900 до 10 тысяч долларов. Укомплектованы бандлы коллекционным изданием игры с фильмом о создании на Blu-ray диске и контроллером DualShock 3. В Европе коллекционный MGS выйдет с большой фигуркой старого Снейка и саундтреком. Цена целых 100 евро. Вот что значит культовая игра. Не обошлось и без череды скандалов. Началось все с заявления Кодзимы о том, что несколько лет назад он переоценил возможности PlayStation 3. Бедняга думал, что-то сможет показывать графику CGI качества, одновременно с этим позволит сделать полностью разрушаемое окружение и заставить маршировать на экране тысячи солдат. Это мгновенно спровоцировало панику в игровой общественности. Все испугались, мол, MGS4 будет не таким потрясающим, как в роликах. Хидеу мгновенно пришлось извиняться и объяснять, что, мол, во всем виновата его врожденная японская скромность и все в игре будет как в роликах, только хотелось ему намного-намного большего. Впрочем, Кодзима известный перфекционист. Даже во времена первого MGS он винил первую PlayStation в том, что та позволила ему реализовать лишь 80% задуманного. Его идеи живут всегда впереди того, что позволяют ему технологии. Другой скандал был связан напрямую с игровой прессой. Konami выдала избранным изданиям копии игры до релиза, однако разрешила публиковать рецензии с целым списком ограничений. В их число входили запреты на рассказ о количестве занимаемого игрой места на жестком диске PlayStation 3 и длительности внутриигровых роликов. Популярный американский журнал EGM принципиально отказался из-за этого публиковать рецензию на игру. Тут же по сети поползли слухи, что в MGS имеется кат-сцена длительностью до полутора часов. Тем не менее, все это не помешало другим рецензентам слиться в экстазе, восхваляя достоинства игры и отмечая небывалый ее уровень, а также отличный баланс инноваций, геймплея и сюжета, которым так славится серия. Легендарный двухсотстраничный еженедельник Фомицу поставил MGS4 40 из 40. С 1986 года только семь игр удостаивались такой оценки. Многие рецензенты отмечают, что даже те, кто не знаком с запутанным сюжетом франчайза, смогут получить от истории MGS4 огромное удовольствие. Антон Желогвинов, главный поклонник творчества Хидео Кодзимы в нашей редакции, заперся у себя в квартире и переигрывает во все части MGS, чтобы написать сценарий рассказа об истории сериала. Ждите в ближайших номерах. Сам Хидео Кодзима тем временем принимал награды и отправился в мировое турне по раздаче автографов. Первая автограф-сессия прошла в лондонском HMV, куда знаменитый режиссер, продюсер, сценарист в одном флаконе прибыл в сопровождении гениального художника Йоджи Шинкавы и актрисы Юми Текучи, игравшей Мэй Линк. Многотысячная толпа набилась в огромный гипермаркет на Оксфорд-стрит, где радостно приветствовала Хидео Кодзиму, кто-то на японском признавался в любви, кто-то просил поскорее сделать ремейк Снэтчера и Полиснаутс, классических адвенчур Хидео. В Милане на автограф-сессии сотни людей устроили настоящий флэш-моб в центре города. Своими телами они выложили и на Кодзимы. Тот наблюдал за всем с балкона. Всего Хидео посетил более десяти городов по всему миру. Финальной точкой турне стал Нью-Йорк, где в ночь с 11 на 12 июня состоялась мировая премьера игры. Уже днем на Тайм-сквер выстроилась огромная очередь из тысяч поклонников МГС. Толпа постоянно скандировала лозунги, устраивала конкурсы на знания вселенной. В 12 часов двери магазина распахнулись и внутрь запустили первую партию поклонников. Некоторые не выдерживали и запрыгивали на ближайшие автомобили. Сюрпризом для всех стало появление Криса Рэндольфа, актера, озвучивавшего от окона. В первый же день было продано около полутора миллионов копий игры. Самым интересным автографом Кодзимы стала расписанная пачка сигарет. Неравнодушие Снейка к сигаретам известно давно, так что автограф получился очень даже в тему. Одновременно с премьерой в Нью-Йорке прошел еще один крупный старт и в Голливуде, где автографы раздавали Дэвид Хайтер, актер, озвучивавший Снейка, продюсера игры Кенешира и Майзуми и Рэй Пайтон, а также Патрик Зиммерман, озвучивавший Ацелота, и Карри Пайтон, сыгравший торговца оружием Дрэбина. Для миллионов игроков во всем мире это был знаменательный день. Для них закончилась не только самая грандиозная и запутанная история, закончилась целая эпоха. По сей день Хидео Кодзима остается одним из немногих авторов, кто пытается делать из игр нечто большее, чем просто развлечение на вечер. Он поднимает важные темы и пытается сделать каждую свою игру уникальной. Большая часть хитов года забудется, однако для миллионов история о Солиде Снейке на долгие годы станет самой важной и будет занимать самое видное место в коллекции. Конечно, Konami продолжит доить популярный бренд, но официально история заканчивается. Ответы на все вопросы даны, грандиозный финал перед нами. В будущем стоит ждать только спин-оффы, ремейки и притянутые за уши сиквелы. Что до нашей редакции, то мы уже прошли игру и готовим большой сюжет к следующему выпуску. Это, безусловно, лучшая игра последних лет, которая затмевает абсолютно все произведения кинематографа и видеоигровой индустрии. 33 десятки и наград вроде нашего выбора недостаточно, чтобы хоть как-то описать ее. Хардкорные поклонники МЖС найдут недостатки, но даже с их учетом это наивысшая планка, которой достигала игровая индустрия когда-либо. КОНЕЦ 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 Что до наград, Хидео Кодзиму занесли в Книгу рекордов Гиннесса как создателя жанра стелс-экшенов и создателя самой популярной стелс-игры на PlayStation 2. К релизу Metal Gear Solid 4 будет выпущена специальная Bluetooth 2.0 гарнитура. Поклонникам придется раскошелиться на 39 фунтов, чтобы почувствовать себя ближе к легендарному герою. Антон Логвинов уже заказал себе одну. Гарнитура рассчитана на 8 часов непрерывного разговора. Также на PlayStation Day Sony рассказала о планах выпустить на европейском рынке специальный бандл MGS4. PlayStation 3 за 17 тысяч долларов? Это реально. Энтузиасты из Morphin Mods подвергли консоль Sony просто-таки шикарному моддингу в стиле Metal Gear Solid 4. Они полностью изменили внешность консоли вплоть до значка PlayStation, который заменила эмблема Foxhound. Также авторы приделали подсветку, сделали джойпад и дополнили комплект различными предметами из MGS4, включая баночки с энергетиком. Кроме того, во время раздачи автографов на старте MGS4 они подсуетились и попросили расписать консоль Хидео Кодзиму и актрису Юми Кикучи, чем многократно увеличили ценность моддинга. Всего за неделю торгов на eBay модифицированная PS3 достигла ценников в 17 тысяч и 100 долларов. 15% выручки пошло в благотворительный фонд Penny Arcade Child Play. Сразу несколько новых анонсов и слухов пришло к нам в этом месяце из Голливуда. Во-первых, это касается экранизации Metal Gear Solid, о котором столько уже сказано. То миллионная картина уже больше года находится в разработке продюсером Майклом Де Лука, участвовавшим ранее в Магноле, Американской истории X, Часи Пик и Блейде. В этом месяце активно обсуждалась кандидатура режиссера. Режиссер Аки Саито, правая рука Хидео Кодзимы, заявил, что Пол Томас Андерсон, режиссер оскароносной картины The Will Be Blood, известной в России как Нефть, был бы хорошим кандидатом. До этого активно обсуждалась кандидатура Курта Вимера, режиссера Эквилибриума. С актером на главную роль до сих пор ясности нет. Ходили слухи, что Снейка может сыграть Кристиан Бейл. А сам Кодзима заявил, что Виго Мортенсен был бы идеальным кандидатом. Майкл Де Лука говорит, что хочет сделать картину уровня первого Робокопа и первой Матрицы, которая если и не сможет пересказать глубокий сюжет оригинала, то как минимум передаст ощущения от него. Релиз картины намечен на следующий год. Сам Хидео Кодзима выступит в качестве продюсера.